Их работа – прививать детям добро. Активисты регионального вожатского движения в преддверии старта детской летней оздоровительной кампании встретились с ректором педагогического университета Тамарой Девяткиной. Решив 4 года тому назад, что нужна специальная подготовка, мы не ошиблись. Поскольку готовиться на учителя и быть вожатым в лагере оказалось, не хочу сказать, две большие разницы, но все-таки требует специальной подготовки. Специальную подготовку вожатых ведет ресурсный центр педагогического университета Ариадна. Уже который год 700 молодых и амбициозных студентов выезжают в загородные лагеря, а также становятся вожатыми знаменитых на всю страну мест детского отдыха, например, Артек или Орленок. За круглым столом поговорили не только об успехах и достижениях вожатского движения в регионе. Затронули тему новых веяний. К примеру, в этом году ужесточились требования к вожатым. Теперь для работы с детьми им необходимо иметь специальный сертификат. Также на встрече ребята презентовали свои проекты. Комиссар регионального штаба российских студенческих отрядов Мария Климочкина рассказала о смене для детей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется создать некий такой штаб для этих детей. То есть те студенты, которые будут там работать, они потом станут наставниками для этих ребят и будут потом общаться после этой смены. Потому что у нас там будет очень много развлекательных мероприятий, образовательных блоков. И таким деткам, я думаю, очень понравится. Студенты четвертого курса пединститута Линара Валиулова в этом году в результате конкурса признали лучшим в вожатом области. За шесть лет работы в этой отрасли парень воспитал добро не только в детях. В этом году нашему лагерю предложили такой эксперимент. Мы на него с удовольствием пошли. Мы провели две смены для граждан старшего поколения. Ну, хочу сказать, что с ними работать тоже интересно, так же, как и с детьми. Они такие же искренние, хотят побеждать, хотят участвовать активно во всех мероприятиях. А девиз для всех вожатых нашей страны в этом году состоит из двух слов. Воспитывающее обучение. Ринаталья Улова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.